Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Бурят Монгол РФТ». Сегодня у нас в гостях наш друг Михаил Юданин. Мы уже встречались с вами, Михаил, в начале этого года и разговаривали о вине и ответственности. Потому что такова была тема вашего курса в Бриво-Университете. Добрый день, добрый день. Очень приятно, рад быть на вашем канале. Сегодня тема нашего разговора вызвана тем, что сейчас в полном разгаре курс, который вы ведете, и вы являетесь одним из организаторов курса «Россия и деколонизация». Очень была, в общем-то, реакция неоднозначная, я скажу сразу. Естественно, много, я думаю, что у вас много было участников этого курса из национальных регионов России, не так ли? Да, безусловно. Мы, я думаю, об этом еще поговорим позже. Просто вы сказали, что вы являетесь одним из организаторов этого курса. Не могли бы вы рассказать, кто еще является также организатором курса и как вы пришли к этой идее провести такой курс? Безусловно, и большое спасибо за шанс, предоставленный мне тут рассказать о нашем курсе. Кроме дня есть еще два организатора курса. Катя Марголес, известная венецианского художника, художница, писательница и человек, который стал известен благодаря ее. Известен в более широких кругах, нежели художественные писательские. Благодаря его постам в Фейсбуке об ответственности россиян за войну против Украины. Посты, которые вызвали очень широкую и в основном негативную реакцию от разнообразных авторитетов. И еще один организатор курса Владимир Понизовский. Психолог, университетский преподаватель. Преподавал в Бохуме, сейчас будет преподавать в Великобритании. Но это только организаторы курса. На курсе есть масса людей, которые читают там лекции, не являющиеся организаторами. Это принципиальный момент. Курс этот возник не потому, что кто-то из нас специалист в области деколонизации. Курс этот возник потому, что, на наш взгляд, возникла необходимость в подобном курсе. В российских университетах и на русском языке вообще периодически преподают курсы о колониализме, об истории колониализма. И даже деколонизация. Деколонизация как в историческом процессе освобождения колонии от колониального гнета. Однако же практически все эти курсы сфокусированы на западном колониализме. Британском, испанском, французском. Иногда вспоминается немецкий, который тоже был. Но каким-то образом, собственно, Россия, одна из крупнейших колониальных держав в свое время и, пожалуй, единственная настоящая колониальная держава сегодня, остается за пределами этого дискурса. До такой степени, что многие люди удивлены, когда с ними говорят о российском колониализме. Этот курс первый в своем роде как академическая попытка введения в тему. Есть другие курсы, лекции на интернете. Но эти курсы, что курсы, лекции. Наш курс – это, скорее, курс лаборатории, где студенты активно участвуют, задают вопросы, пишут работы, делают доклады и прочее в этом роде. У курса этого есть четыре модуля. Есть философский модуль, за который я несу ответственность. Это введение с самого начала, два занятия и пара занятий в конце, где мы пытаемся проговорить постколониальную и деколониальную оптику и попытаться посмотреть на некоторые примеры из российского колониализма через эту современную оптику, точно так же, как анализировали, скажем, колониализм британский или французский в свое время. А второй модуль, и, быть может, это самый важный модуль нашего курса, безусловно, самый большой, это модуль, который мы назвали «Не слово о нас без нас». Для нас было ничего о нас без нас. Для нас было принципиально пригласить в качестве выступающих, активных участников этого курса представителей покоренных Россией народов, представителей Чечни, представителей Бурятии. Я очень рад, что вы принимаете участие, представителей Калмыкии, Средней Азии и других регионов. Мы также пригласили несколько историков, которые смогут рассказать, например, о колонизации Средней Азии. Это важнейшая часть, подавляющая большинство курсов лекций, которые есть на эту тему. Или читаются людьми, которые, быть может, прекрасно понимают, как работает российский колониализм. Но говорят об этом с точки зрения профессора из университета. Очень важно услышать от первого лица, как это все происходит, потому что навряд ли что-то может заменить, собственно, прожитый опыт. И опыт, прожитый сейчас. А третий модуль нашего курса – это модуль «Колониализм и культура», которым заведует Катя Марголис. Российский колониализм в литературе, в искусстве и в культуре вообще, в культуре взятой шире. Там тоже будет несколько приглашенных участников. Там будет разбираться масса текстов, на которые редко смотрят, как на тексты, которые имеют отношение к колониализму. И тем не менее, точно так же, как западная литература была пропитана колониальными штампами, колониальным подходом, тоже касается и русской литературы. Я знаю, что многим больно об этом думать, но если мы посмотрим, скажем, на творчество Лермонтова, мы увидим, что там есть вещи, в том числе и совершенно жуткие. Цитировать я их не буду, с вашего позволения. И четвертый модуль, тоже очень важный, за который ответственный Владимир Понизовский. Это модуль социальных наук. Социология, психология, социальная психология и экономика колониализма. Российского колониализма. Колониализм, как явление, имеет много разных сторон. И мы попытались рассмотреть, по крайней мере, основные стороны. Ну, я согласна, да, что вообще в России, когда речь заходила, особенно раньше, сейчас-то я думаю уже вряд ли, но вот раньше Россия никогда не рассматривалась как колониальная держава, страна. У нас всегда был свой путь. И это, конечно же, было сделано сознательно. Я сама, в принципе, о том, что существует постколониальная теория, узнала не так уж и давно, в 2006 году, когда стажировалась в Варшавском университете. И там вот я как бы узнала... Ну, в общем-то, так как я всегда занималась исторической антропологией, да, то есть, ну, в основном, как бы, меня интересовали дела давно минувших дней. И, как бы, современная теория, в общем-то, меня, так сказать, обошла стороной. И когда я поехала в Варшаву, там я, в принципе, обнаружила, что на самом деле существует целое направление в социальной науке. Вот тогда же впервые услышала об Эдварде Саиде. И мы разбирали, в общем-то, и книгу Эвы Томпсон «Русская литература и колониализм». И вот это просто было, ну, как сейчас по-английски, можно сказать, eye-opener, да, то есть глаза раскрылись. Вот. А в России в тот момент очень мало людей в российской академии и даже, в принципе, знали об этом, да. То есть, ну, как бы, если ты этим не занимаешься специально, да, и государство особо не стремится, чтобы люди об этом узнавали, трудно было. И вдруг, вот, особенно вот, когда началась война, и начали подниматься национальные движения, и, в общем-то, эта тема колониализма и деколонизации начала звучать отовсюду. И сейчас у многих представителей русской интеллигенции эта тема вызывает отторжение, вызывает очень резкую реакцию. Например, я знаю, что Таисия Бекбулатова, которая является главной редактором «Кахолода», недавно высказалась, что сейчас стало опасно быть русским. Вот, и она начала обвинять деколонизаторов, деколонизаторок в каких-то, в общем-то, скрытых мотивах. Ну, то есть, такой спор вышел, вот, я думаю, далеко за пределы этих групп, где обсуждаются вещи эти. Вот, то есть, ну, это то же самое, в принципе, что и с расизмом, мне кажется, вопрос. Я знаю, что у вас также на этом курсе будет обсуждаться много Дианджело «Белая хопость». Угу. Вот. Уже обсуждалось. Да, я в свое время также написала статью про расизм в России и тоже с удивлением, ну, не то, что с удивлением, а просто вот в очередной раз удивляешься, когда с этим сталкиваешься, что люди просто не хотят признавать, что даже не то, что они имеют какое-то отношение к расизму, а вообще признавать, что расизм в России существует. Вот есть же такой миф, что Россия – добрая душа, что, в общем-то, она никого никогда не захватывала, не завоевывала. То есть, вот, довольно странное, довольно странное вот это вот понятие, да, понимание того, этой ситуации, совершенно как в кривом зеркале. И вот я не знаю, как вы собираетесь, но я знаю, что это уже начался курс, уже идет. И какие возникают трудности сейчас? Вот по мере того, как проходит этот курс, вот с какими трудностями вы столкнулись? Ну, трудности даже начались сразу после того, как мы его объявили. Массе людей, понятно, эта инициатива совсем не понравилась. Я до некоторого она не понравилась, потому что мы, быть может, скажем так, прихватили инициативу, и вспоминается вот Эдвард Саид, которого критиковали востоковеды, потому что он не востоковед, а вдруг решил о них писать. Но, как бы, если бы он был востоковед, он был бы индоктренирован в эту систему, или когда бы даже не посмотрел на него со стороны, то есть в данном случае мы все должны быть счастливы, чтобы был литературоведом, и обратил внимание на востоковедение со стороны. Теперь, конечно, невозможно представить себе мир Бессаида своего рода, так же, как Чакроворд и Спивак, например. Мы столкнулись с самой разнообразной критикой от людей, которые не видели и силобус этого курса. Были люди, которые обиделись на то, чтобы заявили, что это первый подобный курс, и сослужили нам огромную службу тем, что предоставили массу ссылок на материалы на эту тему. Действительно, мы не первые, кто этим занялись. Это просто первый курс введения, который создан как введение, на котором есть, например, не только лекции, но и обсуждения, на котором представляются точки зрения, с которыми я, например, или другие организаторы совершенно не согласны, как любой курс введения, хоть начертательную геометрию, хоть историю Древнего Рима. А по ходу курса тоже, безусловно, возникают трения. А проблема здесь заключается в том, что я, например, занимаясь подобными вещами, должен посмотреть в зеркало, сказать, вот тебе казалось, Юдане, что ты такой хороший, белый, пушистый. А на самом деле, если об этом подумать, то ты игнорировал массу вещей, от которых страдали люди прямо рядом с тобой. И надо исправляться, и пытаться подумать об этом по-другому. Это трудно, это даже очень трудно, это нужно каким-то образом ловать своими. Для меня было, независимо, несколько лет перестать убеждать себя, что Бруцкий написал свое печально знаменитое стихотворение об Украине, не как породина русского националиста, а что действительно от самого себя. Но, увы, факты его беседы с другими людьми, и прочим, говорят нам о том, что у великого поэта действительно был такой странный пунктик. Странный для него. У Бродского, да, у него, к сожалению, был такой пунктик. И это не значит, что он должен выбросить его с корабля современности совсем, но это значит, что должны смотреть на него широко открытыми глазами. Белая хрупкость – это серьезнейшая вещь. И в ходе курса, безусловно, мы обсуждали эту тему, и она всплывает, например, у нас очень активный чат в Телеграме. И там периодически возникают самые разнообразные трения, связанные с тем, что студентам зачастую приходится смотреть на себя другими глазами. И не только на себя, это как бы подрывает парадигму мировосприятия. Ну, например, мы все учили в рамках истории в средней школе Советского Союза, уверены в России, что, конечно, Россия покорила Кавказ, но с этим связаны великие стихотворения, и в конце концов, Шамиль сдался и прочее. И вот после всего того, как мы эту историю, как она стала частью нас, мы читаем, Лермонтова о покорении Кавказа и прочее в этом роде, выясняют, что покорение Кавказа было одной из самых зверских колониальных войн в истории человечества. 95% черкесов были уничтожены или покинули Россию. А целые небольшие народы исчезли в ходе карательных экспедиций российской армии во время кавказских войн. И с этим нужно что-то делать в том числе и для себя. Тот же самый Михаил Юрьевич Лермонтов, оставаясь великим поэтом, становится частью этой машины, которая принимала в этом активнейшее участие, предоставляла кондиционную экспедицию, сродокультурную поддержку и прочее. Вы, безусловно, с этим сталкивались, в случае активной дискуссии. Другая проблема, с которой я, честно говоря, не то чтобы ожидал, что столкнусь, столкнуется в следующем. А очень часто, когда начинаешь говорить о русском колониализме, практически сразу у тебя задают вопрос, а почему вы не говорите об американском империализме или британском колониализме или французском? Причем, наоборот, это не работает. Можно со студентами обсуждать в США американский империализм, без того, чтобы кто-то хоть раз сказал, а почему это мы забыли про французский? Как бы вот обаутизм, к сожалению, для человека, очень родной язык русский, он достаточно серьезно присутствует. Да. Ну, при том, что и английский колониализм, британский, то есть и французский, они ведь очень хорошо уже обговорены и обговариваются постоянно. То есть и в Индии целая плеяда постколониалистов и Фанон, которая говорила о французском колониализме, вот, ну и британских, ну, я имею в виду, что очень много уже об этом все знают. То есть на Западе, на Западе это уже давно хорошо установленная область знания. Вот. А в России, наоборот, никто ведь этого не говорил, не признавал даже. Наличие колониализма. Сейчас официальная позиция государства, что никакого российского колониализма не было, об этом можно прочесть, об этом говорит Лавров, министр странных дел России, что никогда у нас не было ничего подобного. А с точностью да наоборот. На Западе тоже в свое время, я думаю, пионеры постколониальных студий тоже встречались с существенными проблемами. И благодаря им, благодаря Саиду, благодаря Чакровурде Спивок, благодаря их ученикам, благодаря массе других людей, которые стали читать фануна со студентами, например, сегодня это как бы ни один курс по истории человечества и даже любого из регионов не обойдется без западного колониализма. В России эта работа только начинается. она встречает активнейшее сопротивление. Не только со стороны государства, зачастую со стороны интеллигенции, даже за границей. Вот мы опять вернулись к вопросу о вине и ответственности, потому что я думаю, что пока не будет это пережито, и как бы вот пока люди не поймут, что на самом деле нужно признать вину, нужно признать ответственность за то, что делали, даже если это не вы делали, а ваши предки делали, необходим критический анализ, критический разбор и истории, и той же литературы, и всего, что происходило. Иначе правда никогда не будет сказана, правда никогда не восторжествует, а всегда будет торжествовать миф о добровольных присоединениях, то есть добровольных вхождениях, о дружбе народов и о том, что, например, Сочи – это чисто русский город, правильно? Да, именно так. Жители этого района были частью убитой, частью изгнанной из Российской империи физически. Тем не менее, что покинули ее и переселились в Среднюю Османскую империю. Я думаю, что есть еще один немаловажный элемент. Это не просто миф, это не миф, а не древнегреческий миф, который рассказывает про любовные похождения Зевса. Это миф, который укрепляет империю в головах. А империя на карте существует, пока существует империя в головах. Более того, на мой взгляд, даже если империя на карте исчезнет, но останется в головах, то рано или поздно мы встретимся с тем, что солдаты империи возвращаются под стяг и пытаются взять реванш. Как мы наблюдаем прямо сейчас, через 30 лет, более чем 30 лет, после распада Советского Союза с Украиной. И мне кажется, что эта работа над анализом, осмыслением мифов прошлого связана еще и с тем, что мы попытались убить империю в голове. На сегодняшний день, я не уверен, что мы не встретим ни одного англичан, но, скажем так, встретим немного англичан, которые будут уверены, что Британия несла исключительно свет народам и захотят восстановить пределы Британской империи. А в России это происходит вот прямо сейчас, когда мы говорим, падают бомбы, летят снаряды за восстановление империи. И масса людей на полном серьезе считает, что Хабаров, например, не кровавый завоеватель, типа Писарра, а первопроходец. Хабаров был, по большому счету, бандитов с большой дороги, который, как многие испанские инвестадуры, который решил, что гораздо выгоднее стать слугой империи и занимался примерно тем же. Если есть ад, то он там стоит как минимум по пояс в крови. И тем не менее, принято даже не называть его колонизатором, а называть его первопроходцем. Хотя прошел он земли, на которых люди жили тысячи лет. Да, еще одна операция, что их называли первопроходцами, как будто они шли по пустыне, где вообще никто не жил никогда. И при этом, например, вот в Америке сейчас пересматривается роль того же так называемого открывателя Америки Колумба. Правильно? Во многих штатах сейчас вместо Дня Колумба отмечают День коренных народов. Именно из-за того, что сейчас я считаю, что это хорошо, когда таких ложных героев и если не физически, но хотя бы ментально снимают с пьедесталов и начинают пересматривать их роль в истории, что они именно сделали, когда начинают громко говорить о тех преступлениях, которые они совершали. Я помню, вот одна моя коллега бывшая, она была из Доминиканской республики, и она говорила, когда мы там говорили про День Колумба, она говорила, как можно праздновать День этого убийцы. Вы знаете, что он там делал, да, на Испаниоле? Это же ужас, это был такой геноцид, там практически не осталось этих индейцев достоина, но это были преступления ужасные, и сейчас об этом говорят, и люди уже перестали его восхвалять, как открыватели, первооткрыватели Америки, вот, а в России, а в России, я думаю, это еще предстоит. Да, я очень надеюсь, что это еще предстоит, и мы, по крайней мере, хотим попытаться как-то увеличить рамки сознания, если хотите, в это направление. И вот то, о чем вы только что говорили, это имеет отношение к культуре, к языку, не только в русском, но и на многих других языках до сих пор сохранились названия, которые являются колониальными маркерами, ну, например, Ближний Восток. Ближний Восток называется таки образом, потому что он ближний к Европе, но Южную Европу никто не называет Ближней Европой, это уже касается и Дальнего Востока, например. Он далеко от Европы, но никак не от самого себя. А первопроходцы, первооткрыватели. Это Дальний Запад. Да. Именно так, то есть, и в этом проблема, такое вражение, как Средняя Азия, например, людьми Средней Азии считается маркером колонализма. Она вообще-то центральная Азия, потому что находится географически в центре Азии. То же самое касается Прибалтики, например. Она с точки зрения России находится Прибалтики. Вот у нас есть что-то там Приморье на Дальнем Востоке российском, а Прибалтика на Востоке. На самом деле, страны Балтии. А есть масса других вещей. Колониализм – это парадигма мировосприятия, которая проникает в язык, проникает в культуру. И масса других вещей. Точно так же, как расизм приходится выкорчевывать из самых разных областей, тоже касается и колониализма. А расизм, собственно говоря, это его идеологический спутник. Вы знаете, я видела, что в рамках курса будет обсуждаться книга Эдкинда «Внутренняя колонизация». Да. Я знаю, что среди многих народов России то есть есть люди, очень много людей, которые считают, что когда Эдкин написал эту книгу «Внутренняя колонизация», он таким образом решил отмазать русских от этого бремени колониализма и сказать, что ну русские это же сами колонизованный народ в своей массе. То есть что вы как вы Она уже обсуждалась. Мы хотели пригласить самого Эдкинда представить свою книгу, а потом устроить обсуждение. Он сначала согласился, потом отказался, очень занят. Мне, конечно, трудно сказать, какова была мотивация автора. И я обычно следую презумпцией «Добрых намерений». То есть может автор действительно считал, скорее всего, считал, что так оно и есть. И на самом деле тезис книги, я ее представлял, а потом пытался как-то критически проанализировать, но попытался представить ее, насколько я могу себе представить, как ее представил бы сам Эдкин, Александр Эдкин. Он известный исследователь, безусловно, заслуженно уважаемый человек. Главный тезис заключается в том, что российская власть колонизовала, он, хоть за словом колонизовала, не колонизировала, все области России точно так же, а может быть и хуже, чем окраина. И он приводит самые разные аргументы в пользу этого тезиса. Мне представляется, мы обсуждаем ее на курсе, потому что эта книга очень и очень известна, ее продолжают переиздавать, невозможно игнорировать, так же, как невозможно игнорировать веберов в социологии. А при этом мне представляется, что и тезис ошибочный, и аргументы его не поддерживают. Действительно, в России, как и в некоторых других колониальных державах, присутствовала серьезная эксплуатация местного населения. Достаточно вспомнить, например, репостное право. Но тем не менее, как заметили исследователи, предложившие идею интерсекциональности, у любого из нас есть множество лиц. Любой из нас имеет какое-то этническое происхождение, которое он видит сам в себе, этническое происхождение, которое видят в нем другие, это может разниться. У человека есть какая-то профессия, происхождение, имя. Даже имя человек может себе назначить новое, а другие люди могут признать или не признать. Цвет кожи, внешность, место жительства, масса разнообразных лиц. Каждая из них может стать причиной угнетения, причиной опрессии. Одна из ошибок, на мой взгляд, не только на мой взгляд, Маркса была в том, что он выделил одну единственную экономическую вертикаль и предположил, что все остальные есть его производные. При этом, как заметил Грамша, известный марксист, замечательный философ, на мой взгляд, угнетать человека можно самым разным способом. Действительно, русский крестьянин из Тульской губернии подвигался насточайшему экономическому угнетению со стороны дворя. Но, и это важнейшее оно, как только его призывали в армию, он становился орудием и исполнителем угнетения. А Грибоедов в своем известном письме, о том, которое цитирует Эткин, где он пишет, что мы так отдалились от народа, любой иностранец посчитал бы, что мы дворяне и русские крестьяне два разных народа и прочее, и прочее. А он сожалеет о том, что отдалился слишком далеко от русского народа, а не от тунгусов и финнов, которых он тоже вспоминает. Ему в голову не придешь, что он должен быть ближе и к другим народам Российской империи. А крепостное право меньше распространялось в Сибири, просто потому, что там оно было откровенно невыгодно. В Украине оно было очень выгодно, его мгновенно на Украину распространили, закабалили казаков, а потом стали импортировать крестьян из других губерний в то, что назвали Новороссия, юг нынешней Украины, углосок нынешней Украины. То есть, количество стрелочек угнетения, которое относилось к другим народам Российской империи, было куда выше. И здесь есть несколько ярчайших таких аспектов язык. Никто никогда не запрещал в России русский язык. А любой другой язык, на котором говорили в Российской империи, в той или иной степени когда-то был хотя бы ущемлен. А некоторые, скажем, украинские банально запрещались. Другие, как бурятский язык, в один прекрасный день просто отменили преподавание в школах эдиктом, кстати, напоминающий отмену преподавания на английском языке в школах в ЮАР в свое время. То, что стало одной из причин национально-освободительного движения, когда всех заставили преподавать на африканц, которого не знали ни ученики, ни учителя. язык, религия, даже при советской власти православие имело все-таки предпочтение по сравнению, например, с гликокатолической религией Западной Украины, которую пытались извести всеми способами. В России был, в царской России, празелитизм, миссионерская деятельность православных. И есть еще целый ряд самых разных факторов, по которому количество аспектов угнетения у нерусских народов Российской империи куда больше. Ну и при советской власти, конечно, русский язык как язык народно-хозяйственного комплекса СССР. Вертикаль власти, верхушка, которая находится в Москве или в Петербурге, она не находится ни в Краснодаре, ни в Улан-Удэ, ни в Хабаровске и никогда не находилась, например, в Киеве или в Минске. Я уже не говорю про Республики Центральной Азии. Есть масса других факторов, по причине которых, мне кажется, что тезис Эдкинда несостоятелен. Более того, многие люди, которые, на мой взгляд, книги-то не читали, взяли ее на вооружение. То есть, а вот мы такие же бедные, такие же несчастные. Если почитать книгу, это не следует таким непосредственным способом, но, посмотрев на название, безусловно, ага, вот видите, профессор написал, мы такие же несчастные, нас так же угнетают, и поэтому какие претензии вы можете к нам иметь? Мы все, как в печальной знаменитой стихотворении Жука, как эта несчастая доярка, которая Жук, даже и слово... там 27 раз упоминается слово тупая, ни разу не упоминается ни имя этой доярки, ни голоса ей не дают, она как герасим из Муму. Вот это вот, на мой взгляд, видение всех остальных в глазах некоторых представителей современной российской интеллигенции. Да-да, я как раз вспомнила, что я несколько лет назад в Фейсбуке, по-моему, или в ЖЖ, уже не помню, спорила с Марией Арбатовой, и она мне как раз говорила про то, что вот почитайте внутреннюю колонизацию, ну, то есть, естественно, национальный вопрос возник, вот, и она говорила мне, то есть, писала о том, что вот, значит, на самом деле, то есть, она спорила о том, что Россия это колония такая, что она говорила, что русские сами были колонизированы, именно то, о чем вы сейчас сказали, да, она меня забанила. При этом быть угнетенным и частью колонизатора это возможно, зачастую, кстати, именно угнетенные из группы колонизатора в качестве социального продвижения становятся самыми жестокими колонизаторами, можно вспомнить того же Хабарова. Да, да, и так шли в Сибирь многие, да. Эдкин, например, цитирует книгу Лескова «Очарованный странник», где бывший крепостной рассказывает свою историю, ну, то есть, сюжет «Сердце тьмы» и прочего, там люди плывут на корабле или сидят где-то вечером, он рассказывает свою историю другим путешественникам, там масса самых разнообразных перипетий, в числе прочего, на определенном этапе он попадает в плен к татарам, и, естественно, он там самоумный, самый хитрый всех побеждает, потом он идет в армию и воюет на Кавказе и прочее в этом роде. Эта книга, на мой взгляд, является замечательным свидетельством того, как работает колонизация. Все эти возможности были у него, потому что он принадлежал к доминирующему этносу, гегемону. Те самые татары, среди которых он жил и из которых практически никто слова не сказал на протяжении этой книги, таких возможностей не имели. А более того, как книга написана таким образом, что этого эпизод в качестве колонизатора это что-то такое. Часть его жизни он пошел дальше. Люди, в которых он стрелял, дальше не пошли. Один из маркеров литературы колонизатора заключается в том, что все остальные, кроме гегемона, являются плоскими образами. И действия одни своего рода декорации для настоящего действия. Вот если мы считаем Киплинга, например, там это постоянно, ну почти везде это происходит. И в русской литературе, к сожалению, мы постоянно это встречаем. Это Жаботинский в свое время заметил свои русская ласка, что за все время существования русская литература с трудом обращала внимание на все остальные народы Российской империи, быть может, за исключением некоторых рассказов Чехова. Но Чехов вообще дал голос многим. И труд этого избежать. Это происходит и сегодня. Сегодня мы можем, например, посмотреть на YouTube и беседу о российской колонизации, где нет никого, кто находится на принимающей ее стороне. Это огромная проблема. Современные русские в Москве не боятся, что они сдадут квартиру, потому что он не так выглядит, он не такая фамилия. Это лежит на поверхности, это трудно не заметить. Михаил, расскажите немного об участниках курса. Кто ваши основные, то есть может быть такую делать небольшую классификацию, например, сколько у вас этнических, русских, сколько, например, из каких-то республик. Ну, мы понятно. Социологический портрет, например. Ну, мы не спрашиваем, этнически вы русский или нет. У нас есть очень много людей из представителей угнетенных народов современной России. Я думаю, что около трети. У нас есть немало украинцев на этом курсе, как находящихся в Украине, так и беженцев. И у нас есть немало людей русского происхождения, как из России, так и из других стран, например, люди, которые покинули Россию, поскольку не хотели жить в стране, которая активно нападает на соседнюю страну. У нас есть люди, которые интересуются этой темой академически, пишут тему диссертации, мы в основном за пределами России, а мы очень рады. И, собственно, главная цель курса это заставить людей или призвать людей думать на эту тему, призвать людей что-то делать с этой темой, кто-то будет писать об этом, кто-то будет исследовать это дальше, кто-то будет заниматься преподаванием этой области. Понятно, это не курс, который готовит пропагандистов, которые будут повторять, что-то сказал, Михаил Юдаль, Некатерина Марголеса, Владимир Понедовский. Идея дать вот этой интродакшн, курс введения. У нас есть вот эти четыре категории. У нас есть люди из самых разных этнических групп современной России, от Ковчатки вплоть до Ингерманландии. У нас есть также люди, которые давно покинули Россию, которые написали на мотивационные письма, написали вот я сейчас после начала масштабного вторжения в Украину начинаю задумываться, и мне очень хочется понять эту тему. Такие люди у нас тоже есть. И мы были очень рады, что об этом серьезно задумались. По поводу терминов, терминологии. Сейчас очень большая путаница, мне кажется. Что такое антиколониализм, что такое деколониальность, деколонизация, есть ли разница между этими понятиями? Конечно есть. Замечательно исследователь Сабадина Пластанова это объясняет в своих статьях интервью. Я бы здесь разделил две вещи сознание и географическую карту. На географической карте у нас есть процесс колонизации, когда одни государства захватывают другие. Кстати, не обязательно они должны быть больше и сильнее. Например, если мы сравним Испанию и государства ацтеков и инков, трудно сказать, кто был сильнее, но испанцам однако же удалось. Это процесс на карте. На карте же происходит процесс деколонизации, освобождения бывших колоний, становятся независимыми государствами. А в сознании колониализм означает колониальность, то есть диспозицию сознания, которое воспринимает мир как иерархию. Есть те, кто управляет, есть те, кто подчиняется. То, что Керен Борен замечательно в свое время описала в своих знаменитых статьях как логику доминирования. То есть одним из философских оснований, если хотите, колониальности сознания является восприятие мира как логики доминирования. Вот есть больше и меньше, есть сильнее, есть слабее. Те, кто больше и те, кто сильнее, должны доминировать. Вот у этого есть порох, а у этого нет пороха. Оттолкова есть порох, должен доминировать. Вне зависимости от того, что такого пороха нет, может быть, куда более развита в базе других отношений. Вот когда мы начинаем воспринимать мир таким образом, колониальное сознание неизбежно приводит к колониализму на карте. Потом, опять же, в плоскости сознания у нас появляется с Эдвардом Саидом постколониализм как движение. Это критические подходы, попытка проанализировать философские, социальные, иные основания колониализма на карте сознания, то есть проанализировать колониальность. И Саид, на мой взгляд, сделал это замечательно, замечательно это делал дальше Чакарворд и Спивак и многие-многие другие. Фанонова тоже упомянули. Потом следующая стадия называется она обычно деколониальность. Я ее назвал деколонизация сознания. То есть это замечательно, что мы проанализировали основания колониализма. А что мы с этим будем делать дальше? Как мы попытаемся перестроить свое сознание и общество таким образом, чтобы это не вернулось? И вот это деколониальность, когда я пытаюсь посмотреть на себя, на свое общество и задать себе вопрос, а что и как мы должны изменить? И вот это то, чем занимается Твостанова, чем называется Вальтер Миньолу, чем занимается масса других замечательных людей. Процесс этот, пожалуй, куда более сложный, чем постколониализм Усаида. Одно дело это заметить проблемы и подвергнуть их критике, другое дело попытаться предоставить альтернативу. Выкорчевать из сознания логику доминирования очень и очень трудно. Надо чем-то заменить. И вот это то, чем занимается на мой взгляд деколониальность. А, кстати, еще неоколониализм термин. Да, неоколониализм он тоже присутствует и в создании на карте. Неоколониализм на карте, это, его часто называют, кстати, империализмом, а, быть может, это и хорошее название. Империализм шире колониализма. Идея достаточно проста. Отношение к другим странам как колония без того, чтобы они являлись формально колониями. Ну, например, отношение США к Латинской Америке на протяжении всего XIX века и немалой части XX века и периодически. И сейчас это отношение к независимым странам, будто бы они были твоими колониями. И ты будешь определять, что им выращивать, что производить, как торговать. Если тебе не нравится правительство в этой стране, то можно просто его свергнуть и установить удобное тебе. А то же самое можно сказать про Советский Союз из страны Варшавского договора. То есть Польша и Чехословакия были формально независимыми странами. Фактически, однако, как только в Чехословакии возникло правительство, которого Советский Союз был недоволен, туда ввели войска, то есть вторглись в эту страну и установили полезное себе правительство. В рамках СЭВ Советский Союз де-факто определял, что где будет производить и так далее. то есть неоколониализм это отношение к другим странам, будто бы они твои колонии. Часто называть империализмами это может быть даже и лучшее название. То есть ты продолжаешь видеть себя как империю. Ну да, в принципе термин этот часто используется, например, простыми обывателями на Западе, например, где-нибудь в литературе можно встретить, что там молодые люди, они называют своих родителей неоколониалистами, то есть что за неоколониализм у тебя, когда они начинают например говорить о каких-нибудь людях из колоний, ну там тоже Британии, молодые они сразу же видят, они сразу же у них уже оптика настроена и они видят это, а пожилые люди они могут этого не заметить даже. И это замечательно, что молодые это видят по-другому. Я это вижу одним из успехов современного образования. Вообще критическое мышление, которое мы с таким так активно пытаемся вырастить у молодых поколений, когда они наконец его обретают, то у нас возникает проблема. И это хорошо. Это даже замечательно. То есть мы должны быть достаточно сильны в своей аргументации, чтобы попытаться спорить с людьми, обладающими критическим мышлением. Кстати, вот этот третий курс на русском языке, который я веду в своей жизни, и в первых двух я столкнулся с явлением, которое я не сталкивался в США, а именно студенты воспринимают литературу, которую они читают, не то, чтобы как истину в последней станции, но то, что нужно изучить и законспектировать, это то, с чем можно и нужно спорить. И мне иногда приходилось чуть ли не толкать студентов, а вот давайте проанализируем аргумент, давайте посмотрим на факты, а может автор не прав. Давайте представим, что автор не прав, как мы можем его покритиковать. А вот в американских университетах это присутствует мгновенно, а тут пришлось немного побороться. То есть спорить друг с другом, пожалуйста, даже с преподавателем, быть может, хоть со скрипом, но вот то, что напечатано, вот это вот никак. Да, как раз об этом тоже хотелось больше поговорить, потому что возникает, у многих людей возникает вот такое вот отторжение, да, и противодействие, когда мы начинаем, например, критиковать тех же русских великих писателей, да, за то, что они колониалисты, они думают, а как можно Пушкина, это же наше всё, вот, а то, что Пушкин тоже был человек, да, и при том человек своего времени, люди не хотят, потому что вот я думаю, что вот критическое мышление действительно у нас в школах не прививается, к сожалению. К большому сожалению. Мне кажется, что это вся история с Пушкиным, этой как бы, вот как только мы начинаем говорить, да вы что, это же Пушкин, в эту же секунду мы перестаём воспринимать Пушкина как поэта и начинаем воспринимать его как памятник. Ведь в чём фокус канонизации того же Пушкина, в чём фокус того, вот я вырос в полуторамиллионном городе в Сибири, в Новосибирске, когда ростом не было ни одного памятника Пушкину. А кому только там не были памятники? Ленину в больших количествах с партизанами, матросами, без партизана и так далее. Такие матросы в Новосибирске. А Щетинки, ну, тут ещё был тип, Карлу Марксу, массе самых разных людей. После распада Советского Союза поставили памятник Николаю II. Памятник Пушкину в качестве маленького бюста возник во дворе какой-то школы в 2003 году. И тем не менее, практически во всех колониях России везде присутствуют памятники Пушкину. Кундера ещё в своё время описал, как после... Ну, да и есть памятник Пушкину. Ну, конечно, я, однако, не помню ни одного памятника обиди Дондарона нигде в России. Я не знаю, если он Гула, ну да. А философ, на мой взгляд, никак ниже Соловьёва, например, или Бердяева. Всем слушателям очень рекомендую и зрителям ответить свою любимую обиди Дондарона. Зачем это всё делалось? Это делалось для того, чтобы превратить Пушкина в памятник, часть канона, с которым нельзя спорить. Но если с ним нельзя спорить, то его и не читаешь по-настоящему. Муку с литературой ведь заключается в том, чтобы мы, особенно русская литература, чтобы мы продирались через неё, пытались понять, оспорить, обсудить и какие-то выводы для себя сделать. Если мы всё это воспринимаем исключительно как святой канон, с которым спорить нельзя, то Пушкина читать не стоит, достаточно к памятнику цветы принести. Пушкин и сам с собой периодически спорил, у него есть его стихотворение, в стихах высказываются мысли, часто противоположные друг к другу. Пушкин не исчезнет, если бы признаем, что он, в первую очередь, в конце жизни стал певцом высокого колониализма, в частности подавления восстания в Польше. То, что он назвал спор славян между собой, было жутким кровавым предприятием, которое шокировало Европу в те годы. Причем, это был, пожалуй, первый такой страшный колониальный поход, который стал широко известен во всех окрестных странах, потому что поэтому он и шокировал, потому что поляки эмигрировали и рассказывали об этом во Франции, в немецкие государства времени и прочее. То есть, если мы хотим по-настоящему ценить Пушкина, вы должны относиться ко всем аспектам его деятельности? Ну да. Сейчас, например, если взять других писателей, то там ведь можно массу всего найти и проанализировать, в том числе с полководной точки зрения. То есть, в той же книге русской литературы и колониализм империализм у Эвы Томпсона, она и Сладуницина точно так же там препарирует, да, и там и Лермонтова. И Катя Варголес будет обсуждать ту книгу за студентами в рамках нашего курса, да. Это важный, вот это важнейший аспект литературы, не единственный, но очень важный. И без него, когда мы игнорируем этот аспект, то превращаем Пушкина в памятник, с помощью которого продвигается колониализм. И это большая проблема. То же самое касается любой другой литературы, как вот тут русская литература не одинока. Мы продолжаем читать Киплинга, несмотря на то, что он был убежденным расистом и певцом колониализма. Но он был великий писатель при этом. Да, это бывает, человеческая личность многогранна. Но причем вот его в его романе Ким, мне кажется, он очень хорошо смог это отразить. То есть он с одной стороны как бы оправдывает империю, но в то же время как великий писатель он не может пройти мимо каких-то вещей. Именно. И я думаю, что то же самое касается и русской литературы. Если мы начнем читать его по-настоящему, не игнорируя его колониальный аспект, то мы увидим, как, скажем, у Достоевского не зря у него обнаружили полифонию. У него действительно много голосов, и многие из них не авторские. И мы вовсе не обязаны солидаризоваться с его убеждениями. Это присутствует у него, и у Лермонтова, и у Пушкина в «Капитанской дочке», например, которую цитирует Эдкин, где он утверждает, что армия Пугачева и армия империи были очень похожие армии. Вот прочтя это, стоит не поверить в это мгновенно, а задуматься, так ли это и попытаться проверить. Кстати, на поверку это были очень разные армии. Одна была частью имперской вертикали, другая в основном состояла из нерусских народов Российской империи, которые боролись за свою свободу и независимость армия Пугачева. Да, во главе этой армии был прецедент на престол, но калмыки и башкиры, например, составляли колоссальную часть этой армии и лучшие его ударные части. И они боролись никак не за русского царя Пугачева. И так же стоит анализировать и другие вещи, это обогатит наше восприятие в прошлом. Пушкин безусловно не виноват в том, что произошло в Буче, он давно умер. Виноваты его читатели, которые читали его определенным образом или просто носили цветы к памятнику. готовность воспринимать этот правительственный или государственный нарратив как истинно в последней инстанции и нежелание оспаривать, что ли, нежелание анализировать, нежелание признавать не только преступления какие-то, но даже трагедии, которые случились со своей собственной семьей. Мне кажется, вот в этом проблема. Это как я в свое время читала про алкоголизм, что алкоголизм это проблема, это болезнь отрицания, когда человек отрицает, что у него алкоголизм, зависимость от алкоголя, не видит этого, противодействует, когда ему хотят сказать, что у тебя проблема. И то же самое, мне кажется, происходит с Россией как страной и с народом российским. Потому что мне такое сейчас ощущение, что страна живет в каком-то палате номер шесть, в каком-то шизофреническом укаре, потому что с одной стороны люди видят, что происходит что-то плохое, и в то же время они не хотят это обсуждать, не хотят говорить об этом, не хотят думать об этом. и это не только касается например сейчас войны, которая идет в Украине, это касается разных вещей, это касается расизма, наличия проблемы, это касается как раз признания того, что народы России, большинство этих народов не вошли радостно под сень России, не влились в эту дружную семью народа, а были завоеваны. Это желание называть казаков, которые завоевывали Сибирь первопроходцами, то есть когда вещи не называются своими именами. А еще Конфуций говорил, что прежде всего необходимо возвращение имен. Если ты не называешь своим именем то, что должно иметь свое имя, а называешь чем-то другим, ты никогда не достигнешь дау. То есть у тебя не будет этого закона, у тебя ничего не получится. и я думаю, что вот этот курс колониализм и Россия, он должен помочь в этом смысле стать таким камнем, чтобы наконец у какой-то части народа началось, начало просыпаться критическое мышление, именем чтобы было это желание начать называть вещи своими именами, возвращать имена. Я очень до это надеюсь, я бы даже эту проблему рассмотрел, отсутствие вокабуляра часто создают проблему для мышления в той или области. Здесь можно вспомнить семинистскую философию, которая создала определенный вокабуляр, с помощью которого можем анализировать целый ряд явлений, в частности патриархию, мезогинию с новой точки зрения. Здесь мы находимся в уникальной ситуации, когда имена у нас уже есть, они существуют, но почему-то они применяются к российскому колониализму. Я не думал, что мы достигнем дау с этим курсом, но хотя бы первый шажок в направлении того, чтобы люди задумались об этих проблемах и о себе, мы попытаемся сделать. И, кстати, иная сторона, то есть люди, которые намеренно не хотят, что обсуждался российский колониализм, они очень нервно реагируют на само словосочетание российский колониализм. Куда более нервно, чем, скажем, в 19 веке. В 19 веке выходил, в начале 20 века, журнал «Вопросы колонизации» министерства 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 утрых дел России, Российской империи. Историки российские активно писали про колониализм. Некоторые, например, Пржевальские даже гордились своей колониальной миссией и сравнили себя, скажем, с Кортезом и Писаром. А при советской власти понятно это все. В первые годы, скажем, в 20-е годы, когда власть еще не консолидировала жесткие рамки культуры, появилось много исследовать на эту тему о российском колониализме в Украине в частности, в Центральной Азии. Потом, понятно, к концу 20-х годов этих людей расстреляли, вернули в жесткие рамки, российского колониализма никогда не было. Даже когда Ленин на нем писал, люди заговорили о том, что это была метафора такая. Ленин, когда писал о внутреннем колониализме, он писал о самом обычном колониализме Российской империи. И любой, кто читал эти строки, как бы это поймет. Точно так же писали о британском или французском. То есть сегодня возвращение имен, возвращение вокабуляра это важнейшая вещь. До сих пор считаю, что Ленин дал очень хорошее определение национализма и он провел очень важную разницу между тем, какие типы национализма существуют. И он как раз писал о том, что есть национализм маленького народа и он является защитным, оборонительным. Таким образом народ примится защитить себя, свою культуру от ассимиляции. И есть такой нападающий агрессивный национализм, это великодержавный шовинизм. И я думаю, что он был стопроцентно прав в этом отношении. Да, большевики периодически высказывали идеи, которые импонировали массу людей. Проблема в том, что они их забыли, как только пришли к власти. Например, большевики до февральской революции активнейшим образом поддерживали борьбу народов Средней Азии против колониального гнета. Колониальный гнет был очень существенный. А как только большевики пришли к власти, они подтвердили договор с Бухарским ханством о независимости. Его подписало сначала временное правительство, потом большевики. Однако в течение нескольких месяцев буквально как только у них появились какие-то силы, они попытались сменить там власть. Это не вышло. Тогда накопили побольше сил и пошли на него серьезно большим походом, который заглядал Фрунзе. Ему не удалось взять Бухару. И тогда его стали бомбить с воздуха сжигательными бомбами и химическими снарядами. Тогда как раз армия гордилась своей технологией. Тогда Бухару удалось наполовину сжечь, а то, что осталось взять. То есть тут мгновенно национализм маленьких народов был забыт и его просто покорили силой. И больше про оборонитель национализм никто не говорил, они сразу стали бы с мочами, которые нужно бороться. И которых так и доконали где-то в первой половине 30-х годов. И это очень типичная история, кстати, и не только для российского колониализма, и другие колониализмы периодически тоже поддерживали чьи-то национальные чаяния. Например, США и Испания на Филиппины. США пришли туда, чтобы нести Филиппинам свет просвещения, в процессе перебили кучу людей и установили новый колониальный режим. Ну да, как раз к вопросу о неоколониализме вот как раз отношение США и Филиппин это классический пример неоколониализма. Вот один филиппинский интеллектуал как раз писал очень иронично, что филиппинцы, каждый филиппинец мечтает, что когда мы вырастем, мы станем американцами. там был самый натуральный американский колониализм в течение многих лет, с конца 19-го, если не ошибаюсь, с 49-го года, 20-го века. В середине еще было немного японского. А потом отношения можно характеризовать как неоколониальные. Кстати, неоколониальные отношения, которые вы упомянули, частая часть обычного дискурса. Ну, например, когда кто-то начинает предложение со слов «Украина должна» или «Польша должна», или «Калмыки должна», или «Буряты должны», или «Татары должны», то все остальное на самом деле стоит остановиться и подумать, а почему я определяю, что украинцы должны делать? Может, об этом украинцев спросить? И если они очень захотят моего совета, я могу им поделиться. Мало кто в том же смысле скажет, Россия должна или США должна. Чтобы сказать «в том же смысле», нужно признать, что эти страны это пешки на шахматной доске. И, кстати, известная книга Збегнева-Жизинского «Шахматная доска», о «Холодной войне» и прочем. Идея о том, что есть страны, которые являются игроками, а другими двигают как пешками, это типичная неоколониальная идея. И она глубоко укоренена в нашем языке. Собственно, это стало одной из идеологических причин Второй мировой войны. Есть такой эпизод, о нем рассказывал чешский дипломат, когда он пытался убедить Британию встать на сторону Чехословакии до Мюнхенского договора. Он в течение часа рассказывал целой группе британских парламентариев, с картами и всем остальным ситуациям в этом районе Европы. Он спросил, есть ли у них вопросы. И первый же комментарий был такой. Занятно, ваша страна похожа на сосиску. То есть, как бы, все его попытки отскочили, как теннисный шарик от бетонной стены. Да, они видели Чехословакию странным государством, судьбу, которую решают другие, и продолжали. Человечество очень дорого заплатило за подобный подход. Собственно, почти 60 миллионами жертв. К сожалению, такова реальность и сегодня, следует признать. Ну, вот ее надо менять. Ее надо менять, да, конечно. Михаил, огромное спасибо за эту встречу. Мне всегда очень приятно общаться, беседовать. Надеюсь, что вам также. И спасибо большое, что пригласили меня участвовать в этом курсе и предложить лекцию колонизации Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Я с удовольствием это сделаю, хотя мне, конечно, волнительно. Да, приходится готовиться, но, как говорится, мы в лесу поближе. Вот. Я желаю успехов этому курсу и желаю также, чтобы он стал действительно первым курсом и чтобы после этого были какие-то, было какое-то продолжение, чтобы он стал таким уже повторяющимся, может быть, чтобы он развивался, может быть, он разовьется во что-то более такое величественное. И я желаю огромных успехов. огромное вам спасибо, my pleasure, я очень рад, что меня пригласили. Я тоже надеюсь, что будет много таких курсов, которые будут нас критиковать, критиковать нас можно и нужно. Да, но мы очень хотели, чтобы эта область развивалась дальше. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания, до новых встреч. До свидания. Спасибо.